Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим две моих партии, которые мне удалось выиграть у гроссмейстера Евгения Кондраченко. То есть мы недавно с ним играли матч из 20 партий, и этот матч я проиграл с разгромным счетом. То есть я проиграл 14 партий, две выиграл все-таки и четыре свел в ничью. И вот, друзья, все-таки удалось в одном микроматче сразу же одержать две победы. И сегодня мы с вами рассмотрим эти партии. В седьмом микроматче нам выпала следующая жеребьевка дебюта, так называемая ходилка ЕД4, БА5, ДЕ3, АБ6. Обязательные ходы. Первую партию я играл белыми, и я сыграл ЕФ4. Во второй партии Евгений сыграл АБ4. Давайте рассмотрим первую партию. После ЕФ4 у черных есть два варианта ответа. Либо меняться ФЕ5 с двойным разменом. Тут игра протекает с преимуществом у черных. Но также есть очень сильный ход ДЦ5. Так сыграл Евгений. В этой позиции я сперва хотел разменяться. ДЕ5. То есть я не боялся ответа ЕД6 из-за того, что сыграл бы за тем же АФ4. Потом ФЕ5 разменялся бы, ну и особых проблем у белых нет. Но здесь черные могли разменяться вот таким образом. Ну у белых бесперспективная позиция. Конечно, хотелось выиграть хотя бы одну партию Евгения. То есть в этой позиции тут выиграть будет партию просто невозможно. Поэтому я отказался от этого хода и сыграл ФЕ5. Друзья, хочу сказать, что в этой позиции ФЕ3 играть плохо. То есть черные затем играют ЕД6. Ну и связки, складывающиеся в центре доски, здесь будут в пользу черных. У них будет большое преимущество. Поэтому в этой позиции лучше всего размениваться ходом ФЕ5. В этой позиции я знал ловушку за белых. То есть черным нельзя временно жертвовать шашку. Вот таким образом. И нападать. То есть на первый взгляд кажется, что у черных отличная позиция. То есть они пожертвовали шашку, сейчас ее отыграют. Затем будут плести интриги вокруг оторвавшейся от основных сил шашки Е5. Это только на первый взгляд. Но на самом деле у белых есть здесь небольшая, но симпатичная комбинация. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые играют ЕД6. Но обратите внимание, что бить в эту сторону или в эту сторону нельзя. Так как белые останутся с лишней шашкой. Поэтому остается бить только на поле Е5. Но тогда белые проводят комбинацию. Отдаем одну шашку. Затем вторую. И затем прорываемся в дамки. И завершаем удар уже как дамка. С выигрышем. Естественно Евгений знал эту ловушку. И не попался в нее. Он сыграл АЖ5. Очень сильный ход. У белых единственный ход. Ж4. И черные здесь также временно жертвуют шашку. Но здесь уже ударчики не проходят. То есть после всех разменов ход белых. То есть следующим ходом черные отыгрывают шашку. И будут окружать шашку Е5. Здесь я насчитал интересный план за белых. Ну здесь можно по-разному играть. Но я предпочел сыграть СД2. И затем ДЕ3. То есть я хочу в принципе сыграть ЕД4 следующим ходом. Затем АБ4. Разменяться. Ну и позиция будет более-менее равная. Здесь в этой позиции у черных есть три хода. Очень сильно было играть в этой позиции вот таким образом. То есть я боялся вот этого плана. То есть отдаем одну шашку. Затем вторую. И зачем черные бьют три шашки. Размен тройной одеколон. Как я называю. Надо бить только на поле Е3. И после хода АБ4 у белых здесь единственная ничья. Тяжелая позиция. Но все-таки ничья есть. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти ничью за белых. У белых единственный ход. БА3. И после вынужденного хода БЦ3. Надо жертвовать шашку. И затем белые прорываются по ослабленному правому флангу черных. Но в этой позиции все-таки оба соперника могут достичь ничьей. Например. ЕД4. БА5. ДЦ3. АБ6. ЖФ6. Прошу прощения. В этой позиции лучше сыграть АЖ3. То есть черные грозят провести шашку Ж5 в дамке. И у них будет лишняя шашка. Поэтому лучше сыграть АЖ3 вместо АБ6. Теперь черным надо сыграть ЖФ6. Ну и на ход АБ6 можно сыграть ФЖ7. Теперь если БЦ7. То черные могут провести вот такой ударчик. Белые поставят дамку. Ну и партия заканчивается ничьей. Друзья. В этой позиции после БА3. И затем жертвы ходом ЕД4. Белые все-таки могут достичь ничьей. Ну естественно ЕД2 играть плохо. Просто черные форсировано пойдут в дамки. В этой позиции просится ход АЖ3. Но здесь черные могут неожиданно красиво победить. Для этого надо сделать очень точный ход. И неожиданный. ЖА6. Только он ведет к победе. Ну и здесь выясняется, что нападения нет. То есть отсюда нападения нет из-за такого хода. Побили. Побили 3. То есть остается в этой позиции играть только ЖФ4. Ну тогда просто напали. Еще раз напали. Затем поставили дамку. Ну и здесь создаются плохие окончания для белых. Во всех вариантах. Ну например. БЦ5. Напали. Отошли. Снова напали. Надо жертвовать. Побили. Шашку. Ну видите. Даже дамку нельзя ставить. То есть приходится играть ЕД4. Черные занимают поле Б8. И белым надо будет еще одну шашку жертвовать. То есть это окончание конечно безнадежно. Второй сильный план за черных в этой позиции был связан с ходом ФЕ7. Ну и теперь белым для достижения ничей надо играть точно. Надо сыграть ЕФ2. Ну и допустим на ход ЖА4 надо сделать еще один точный ход. БЦ3. Вот в этой позиции уже она более-менее равная. То есть черные могут сыграть СБ4 или СД4. Ну например. Разменяться таким образом. Тройной одеколон. Ну и партия постепенно закончится ничьей. Ну честно говоря друзья в партии после хода ФЕ7 я намеревался разменяться вот таким образом. То есть если бы Евгений сыграл ФЕ7. Я бы разменялся вот так. А здесь уже большое преимущество у черных. Например. ЕД6. Надо защищать. Шашку. Е5. Да Е7. ЖФ2. Черные нападают. И здесь надо белым сделать точный ход. АБ2. Только он ведет к ничьей. А вот ход ФЖ3 уже проигрывает. То есть разница вроде небольшая. Один темп. Но здесь черные размениваются. Ну и затем занимают поле Ф4. Поле Ц5. Мощный центр. Здесь ничьи у белых нет. Можете проверить сами. Ну друзья. В этой позиции была еще поучительная ничья. Можно было сыграть АБ2. И вот только теперь нападать. То есть видите. Отходить бесполезно. Белые зайдут в любки. И сделают легкую ничью. Но у черных здесь есть план давления очень сильный. Играем СБ6. Затем ЖФ6 размениваемся. Ну и для достижения ничьей белым надо играть очень точно. БЦ3. Единственный ход. БЦ5. ЕФ2. Единственный ход. ЖФ4. Надо нападать. Черные закрываются. И на ход ЖФ4. Черные играют ФЕ3. Эта позиция разбиралась с гроссмейстером Зиновием Цириком и гроссмейстером Максимом Федоровым в его книге «Энциклопедия Эншпиля». Но друзья, там в книге допущена ошибка. То есть указано, что белые могут достичь ничью только ходом АЖ5. Ну и возможен следующий вариант. Допустим, пошли сюда. Сюда напали. Пошли сюда. И здесь надо сыграть АБ6. Есть точный ход. Остальные ходы проигрывают. И теперь на ход СД4. Белые играют ЖФ8. Ну и точной игрой могут все-таки достичь ничьей. Я не буду здесь углубляться в варианты. Поверьте, ничья у белых есть при точной игре. А теперь, друзья, интересный вариант. Оказывается, ничья у белых есть и после хода АЖ3. То есть черные нападают. Белые отходят. Ну и после хода ЕД2 все-таки белые могут достичь ничьей. Нельзя играть БА5 из-за простого хода ДЕ1. И видите, хода АБ6 нет. Он здесь единственный. Потому что черные отдают две шашки. И легко побеждают. В этой позиции оказывается, что все-таки ничья у белых есть даже после хода АЖ3. То есть черные здесь не могут выиграть. На ход СД4 отходим. Ну и после хода ЕД2 играем АЖ5. Ну и естественно нельзя играть БА5. Потому что черные поставят дамку. У белых остается единственный ход АБ6. Но они тут же проигрывают из-за того, что черные отдают две шашки. Бьют две и легко побеждают. Ну, друзья, здесь есть ход АЖ5. Теперь на постановку дамки играем ЖА6. Черным надо бить на поле А5. Ну и после хода АЖ7 черные здесь могут сыграть на поле Д8. Здесь в книге энциклопедии Эншпиля закрылась неточность. То есть белые здесь после постановки дамки на поле АЖ8 действительно проигрывают. Черные играют на поле Ж5. То есть, видите, грозят затем, ну, допустим, на такой ход уже сыграть просто на Ф6 и выиграть. Поэтому у белых единственный ход. Теперь черные нападают. Надо отходить. Снова нападают. Надо снова отходить. Черные играют ДЦ3. И, видите, нельзя играть дамкой на поле А3. Из-за того, что черные отдадут одну шашку, затем вторую и легко выиграют. А если на поле А3 не играть, то черные проводят одну шашку в дамке, затем вторую и легко побеждают. Кажется, что поражение белых неминуемо. Но на самом деле здесь есть довольно простая ничья. Просто отдаем шашку и занимаем большую дорогу. И, как выясняется, черные выиграть не могут. То есть, друзья, мы выяснили, в этой позиции у черных были два сильных плана. СБ4 и тройной размер, и ход Ф7. Но в партии Евгений ошибся. Неожиданно для меня, друзья, сыграл ДЕ7. Я тут же увидел, что могу провести комбинационный удар. Внимательно рассчитал его и все-таки провел. Белые выигрывают. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Она довольно-таки простенькая, но симпатичная. Белые играют ЕД4. Затем ЕФ6. То есть, видите, построили под ударную цепь. То есть, у черных ослаблено дамочное поле. Д8 плюс так называемая решетчатость. И затем отдаем еще одну шашку и проводим финальный удар. Шашка становится дамкой. И затем еще продолжаем удар таким образом. И за гребущими руками снимаем 5 шашек соперника с выигрышем. Во второй партии Евгений играл белыми. То есть, после жеребьевочных ходов обязательных, в этой позиции Евгений предпочел сыграть АБ4. Здесь я надолго задумался и предпочел сыграть ФЖ5. Мне понравился этот ход. И в партии Евгений неожиданно сыграл БА3. То есть, я потом после партии понял. Ну, в принципе, я знал этот вариант. То есть, в этой позиции очень плохо играть за черных БА7. Потому что белые сыграют СБ2. Ну и у черных практически полупроигранная позиция. То есть, я вчера разбирал вот этот вариант. Нет, позавчера. Можете посмотреть это видео, как здесь правильно играть. За белых подсказочку в верхнем правом углу. Но все-таки, друзья, здесь есть тяжелейшая ничья. В одном из вариантов в комментариях указан способ достижения ничьей, который был найден украинским мастером Евгением Ивашко. Но ничья, повторюсь, там очень тяжелая. То есть, БА7 играть очень плохо. Поэтому в этой позиции я предпочел сыграть ЖХ4. У белых есть неплохой ход СБ2. Но здесь я тоже долго ломал голову. Все-таки предпочел разменяться вот таким образом. И как выяснилось, не зря. То есть, я немножко запутал своего соперника. Евгений сыграл здесь ЖФ4. И я здесь пошел ЖФ6. В этой позиции возможны два хода. То есть, надо было играть ХЖ3. А вот как разменялся Евгений, ФЖ3 здесь уже играет очень плохо. То есть, после ХЖ3, скорее всего, я бы пошел СД6. Белым надо размениваться. Ну, несмотря на то, что у черных ослаблен их правый фланг, вот этот вот противотанковый еж, как окрестил его гроссмейстер Владимир Вигман, легко сдерживает левый фланг белых. Например, БЦ3, АЖ7, АБ2, ФЕ7, СД4. И здесь есть очень красивый ход АБ4. В этой позиции белым плохо играть ЕД2 из-за простенького ударчика. То есть, отдаем одну, затем вторую, проходим в дамки. Ну, и у белых очень плохо. То есть, если меняться БЦ3, здесь также позиция проигранная за белых. То есть, играем ЖФ6. И на вынужденный ход СБ4 здесь мы меняемся назад. У белых единственный ход ЕД4. Ну, тогда просто нападаем. Ну, и здесь, несмотря на простоту позиции, у белых форсированный проигрыш. То есть, после всех разменов выясняется, что черные проводят вот такой незамысловатый ударчик, прорываются на преддамочное поле и должны легко выиграть. Но все-таки в этой позиции, друзья, у белых была ничья. То есть, можно было сыграть ДЕ5 вот таким образом. Черным надо закрываться. И белым надо проводить комбинацию. Она здесь, так скажем, не очень выгодная. Даже, я бы сказал, совсем невыгодная. Но все-таки белые могут достичь ничьей. То есть, у белых на две шашки меньше, но зато они первыми ставят дамку. Ну, и после того, как черные закрываются, можно побить либо на поле Д6, ну, и после ловли дамки разменяться ходом ФЕ3, либо побить на поле Е5. Так, прошу прощения, на поле Ф4. Ну, и после размена, несмотря на то, что у черных лишняя шашка, все-таки позицию следует признать равной. Обе стороны прорываются в дамки с ничьей. Ну, Евгений в этой позиции предпочел разменяться таким образом. Этот размен сразу же передает огромное преимущество черным. Я здесь сыграл ЦД6, но после хода ЖР4 здесь был очень сильный ход ФЕ7. Но все-таки я предпочел сыграть ДЕ7 и затем после хода БА7 построить колонны ударные в центре. Белым надо играть ЖФ2, ну и после хода БА7 меняться. Иначе, ну, видите, на ход, допустим, ФЖ3, черные грозят одну шашку отдать, затем вторую и забрать 3. То есть, ну, там белые отыгрывают шашку, но позиция будет очень плохой. Поэтому белым в этой позиции надо меняться в центре. Вот таким образом. И здесь уже позиция довольно-таки плохая. То есть на ход ФЕ5 можно будет сыграть ДЕ7. Ну и шашка Е5 подвергается опасному окружению здесь белые не смогут спастись. А после хода БЦ3, как было в партии, я сыграл ЕФ6. Ну, также очень сильный ход был ЕД6. После ЕФ6 Евгений сыграл АБ2, готовя размен на поле Е5. И здесь я сыграл ФЖ7. То есть поставил упор для размена. Белым надо закрываться. Так, прошу прощения, белые разменялись. Вот таким образом. И здесь у меня был четкий выигрыш, который я выпустил. То есть я сыграл ДЕ7. Этот ход выпускает выигрыш. А неожиданно выигрыш был после хода ДС7. То есть черные грозят сыграть СБ6, затем СБ4 и выиграть шашку. Поэтому белым надо играть БЦ3. Другого нет. Теперь черные играют СБ6. Снова единственный ход СД4. Ну и здесь черные легко выигрывают. То есть играем АБ4. На ход ФЖ3, либо АЖ3, черные разменяются вот таким образом. Именно вперед. Ну и на любой ход, допустим, ЕФ4 или ЖФ4, они разменяются вперед. Ходом ЖФ6. А если белые меняются вот таким образом, тогда черные проводят простенький ударчик. Ну, в данном случае он приносит черным победу. То есть в этой позиции, друзья, надо было играть все-таки ДС7. Но я сыграл ДЕ7. То есть хотел как-то напасть на шашку Е5. В принципе, логичный ход. Видите, нет нападения, потому что черные прорутся в дамки. Но здесь у черных была довольно-таки простенькая ничья. Можно было сыграть и в Ж3. Ну и не бояться нападения ходом ЕФ6. Ну а остальные ходы как бы не ведут к преимуществу. Белые временно жертвуют шашку. И затем ударом по затылку тут же ее отыгрывают. То есть у белых кажется страшная позиция. Все шашки на бортах. Тут отсталая шашка на поле Б2. Но у черных, видите, тоже шашка на поле А7. И на самом деле она компенсирует позицию. То есть позиция здесь равная. После ЖФ6 играем в Ж3. И здесь уже черным надо быть аккуратными. Единственный ход ФЕ5. Ну и здесь партия быстро заканчивается ничьей. Например, в этой позиции у черных уже единственный ход. АБ6. Ну, на такой ход просто меняемся. А на ход АБ6 играем Ж6. Ну и теперь на ход СД4 проводим ударчик. Отдали одну. Затем вторую. Ну и обе стороны прорываются в дамки. С ничьей. То есть в этой позиции все-таки надо было играть АЖ3 белым. Но Евгений сыграл БЦ3. А вот этот ход уже проигрывает. Я сыграл ЕФ6. Ну и видите, СД4 играть бесполезно. Выигрыш есть и после АБ4, и после АЖ5. То есть черные выигрывают шашку. Ну, например, АЖ5 побили, побили. АЖ3 побили, побили, побили. Напал. Ну, здесь можно сыграть, допустим, АЖ7. Ну, несмотря на то, что белые отыграли шашку, они здесь проигрывают. То есть бесполезно играть ЖФ4. Черные поставят дамку на поле Е1 и легко выигрывают. Ну, если отдали шашку, допустим, пошли сюда, ну, сюда, 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 допустим, сюда. На такой ход поставили дамку на поле Е1. Ну, и на нападение отошли. Здесь у черных выигрыш. То есть в какую сторону не отдавай. Тут плохо. У черных сохраняются 3 единицы. А на такой ход здесь есть вот такой выигрыш. То есть играем АЖ5. Ну, и в какую бы сторону белые не побили, они проигрывают. Партия Евгений поэтому не стал играть СД4, а сразу же пожертвовал шашку. И сыграл ЖФ4. То есть в этой позиции у меня уже был цитнот. Было очень мало времени. Я увидел, что после ЕД6 белые проводят удар, так называемый солнышко. То есть отдали одну шашку, затем еще две и побили на поле Ж5. Здесь я прикинул и понял, что можно и не выиграть. Но с другой стороны неожиданно я увидел, что после хода АБ6, несмотря на то, что белые проводят здесь такой же удар, но здесь уже есть мотивы для того, чтобы поймать дамку белых. То есть я сыграл АБ6. Белым надо проводить удар, иначе у них плохо. То есть они и так уже без шашки. Ну и здесь они жертвуют еще одну шашку. Но видите, друзья, после хода ЖА6, как было в партии, белые сразу же не могут ставить дамку, так как после хода ЕД6 она будет тут же поймана. Поэтому Евгений сыграл АЖ3 и АБ4. ЖФ4, БА3. Ну и снова нельзя ставить дамку, поэтому Евгению пришлось жертвовать шашку. И только после этого ставить дамку. Я сыграл АБ2, но Евгений здесь признал свое поражение. Действительно, черные легко выигрывают этот Эншпиль. Друзья, несмотря на разгромное поражение в матче от Евгения, со счетом минус 14 плюс 2, все-таки мне понравилось играть с Евгением, друзья. Я в дальнейшем планирую сыграть еще один матч. Если, конечно, получится. Я думаю, что Евгений будет не против. То есть я сделал ценные уроки. Как говорит мой тренер Александр Иванович Николаев, прежде чем выиграть одну партию, надо 10 проиграть. Друзья, так что я все-таки на позитиве, что называется. Вот записал для вас видео. Если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Можете поделиться этим видео в соцсетях. Поддержите мое творчество. И, друзья, давайте воевать только на шахматной доске. Играйте много, играйте честно. Увидимся на шашечных баталиях. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok